Известны как, собственно, как её негативные клише известные, типа несвободная, может быть, несвободная йога, эти, как говорят, жёсткие или одинаковые серии, где там асаны последовательности определённых уже предписаны, так-так-так, никакой свободы, никакой учёта, может быть, индивидуальных каких-то потребностей. То есть, в принципе, все эти клише, они здесь, как посмотреть, можно смотреть на них, да, вот, с точки зрения, что это плохо, чуть-чуть смотреть с другой стороны, это структура, которая, как для меня это была математична, я, в принципе, по своей, как сказать, склонен к такому техническому, может быть, техничному подходу, техническому подходу, математичному, потому что, в общем-то, я всю жизнь любил математику и заканчивал, тоже физтех, тоже направление, скажем так, такое физико-математическое. И для меня структурность аштанги, которую вот я смог понять, ага, вот здесь идут позы за позой, в таком порядке, я понимал, что делать, что, так сказать, что не делать. Да, и мир хатхи-йоги для меня закрылся, примерно так. И, опять-таки, был контраст, я в аштангу пришел не от того, что, о, какой-то интересный стиль аштанги, это было в двух словах, ну, жизнь, опять-таки, повернулась, во-первых, две были моменты, первые, это у меня начинало все болеть, и я не понимал, что делать, там, плечо, там, колено, то-то, то-это, там, спина, как бы вот накопилось, вот этот, свобода, свободного стиля накопилось, и, в принципе, никто не знал, что делать, ну, там, то, делай там, расслабься, ну, блин, сходи, там, вырежи колено, к счастью, не успел, и один мой студент, которым я занимался тогда индивидуально, какое-то время, мы, где-то, год-полтора занимались, тоже вот, свободным стилем, он как-то вот, где-то, может, услышал что-то, и говорит мне, я хотел бы позаниматься какой-нибудь классической йогой, вот, ну, я, говорит, я думаю, ну, наверное, хочет как-то слить все, я уже думаю, с ним расстаться, и один мой, что-то, хороший друг, Олег Володин, говорит, а попробуй, дай ему аштангу-йогу, она, то есть, как, вроде, классическая, я говорю, ну, ладно, посмотрел видео, там, что-то почитал, и начал с ним, как-то, вот, мы заниматься, и у него пошло неплохо, и мне пришлось тоже как-то подучить, чтобы его учить, и так я начал, и сам тоже, естественно, как бы, заниматься стал, и чудесным образом обнаружил, что все мои какие-то, там, эти болячки стали уменьшаться, хотя у меня было, естественно, я знал об аштанге, слышал что-то, я думал, что от тех же, там, повторений, этих бесконечных, как-то, переходов, и собака, там, или миньяс, думал, у меня все отвалится окончательно, опять-таки, я думал, не зная даже, что это, а стал заниматься, оно стало буквально в первой же неделе заметно уходить, и меня это впечатлило настолько, что, естественно, я стал заниматься больше, и потом поехал в Майсор, ну, а дальше все это пошло уже в мир аштанги, все, Майсор, потом потихонечку преподавание Майсоров, первых мы, собственно, создали в России, Майсоры, и продолжаем, в этом говорится. Ты говоришь про, как бы, малую степень свободы в аштанге, но в чем на самом деле все это заключается? Хорошие, простые метафоры. Что такое свобода? В принципе, мы, это, скажем так, путаница в терминах. Свобода это, мы просто не знаем, что это такое, например, метафора моя любимая, воздушный змей. Он летает, он свободен, собственно, да, вот этот вот летает, полет, свобода в небе бороздит небеса, пока он привязан к земле. Вот это вот, скажем, дуальность нашего мира, свобода, она строится в каком-то смысле, в хорошем смысле, на несвободе. Или как в политике говорят, что демократия строится, в общем-то, ее фундамент на внедемократических основах. Иначе тоже вся эта демократия развалится. И здесь тоже демократия, она такая, как бы, есть, но сначала, особенно извне, когда вы не занимаетесь, вам кажется, что да, это там вот несвобода, делай одни и те же позы и так далее. Там я не буду даже все эти клише перечислять. Поэтому это как нужно попробовать. Я обычно, наверное, начинающим студентам говорю, которые вот думают, заняться мне штанга или нет, может, какой-то вводный курс прошли, но как бы вот какие-то есть там, может быть, сомнения или какие-то уже предрассудки, я говорю, дай себе месяц, например, ходи в течение месяца регулярно, и вот после этого какой-то ты можешь выдать уже более-менее обоснованное мнение, решение, окей, да, мне подходит или не подходит. Давайте чуть-чуть перейдем. Давай.